Мы-то думаем, что для Бога самые важные дела, а для Бога самые важные мотивы нашего сердца. Что нами руководит, что находится внутри нас? Бог смотрит сначала на сердце человека, а потом на то, что человек уже делает. Мы не знаем, что было в сердце Укаина, но что-то было там неправильное, иначе бы вся эта история не случилась с ним, да? Но что-то было не то в сердце Укаина. Мне кажется, что между братьями, особенно когда братья примерно похожего возраста, вообще между людьми, которые занимаются какой-то одной деятельностью, например, два бизнесмена, два друга бизнесмена или еще там кто-то, между ними часто возникает конкуренция, которая порождает зависть. Зависть – один из самых страшных грехов. Очень интересно, что когда Бог дал народу израильскому десять заповедей, то практически все заповеди были посвящены каким-то делам. Если мы откроем исход, двадцатую главу, смотрите, десять заповедей. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, чти день субботний, да не будет у тебя других богов». То есть все это так или иначе связано с нашими делами, с нашими поступками. Но последняя, десятая заповедь связана не с делами, а с корнем того, что порождает плохие дела и плохие поступки. Отчего часто происходит? «И убийства, и прелюбодеяния, и кражи, и ложное свидетельство». Смотрите, «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Часто именно зависть является тем мотивом, который приводит к преступным деяниям. Убийства, кражи, прелюбодеяния и прочее, прочее, прочее.